Рязань В представлении Новогод театра участвуют студенты Рязанского колледжа культуры. Персонажи хозяева новогодней столицы, Евпатий, Авдокия, Рязаночка, Рязанский Косопус и Забава Путятишна помогают вызволить Деда Мороза и Снегурочку, а еще ищут волшебный ключ, чтобы закрыть год театра. В этом году было столько потрясающих событий. Это и форум древних городов, посвященный театру, это и наши фестивали, Рязанские смотрины, зеркало сцены, свидание на театральной. Мы были участниками Всероссийского театрального марафона, а еще это были премьеры и гастроли. Это были замечательные впечатления, ну а сегодня мы говорим всем спасибо, поздравляем с окончанием года театра, но театр в нашей жизни навсегда. В течение года театра в Рязанской области состоялось свыше тысячи тематических встреч. Профессиональные любительские коллективы региона сыграли свыше трех тысяч спектаклей, которые посетили около трехсот тысяч человек. Вот такой Дед Мороз встречает посетителей новогоднего кафе на Лыбецком бульваре, и, судя по всему, он же очень доволен праздником, ему же очень хорошо. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы вот недавно были на балете «Лебединое озеро», нам очень понравилось. Веселая вещь в драмтеатре посмотрели «Добрый человек» из Сычуани. Вообще город стал очень красивый, сияющий, я не знаю, украсили очень красиво. С детьми очень хорошо гулять, вечером вообще все светится. В финале сказки герои наконец находят волшебный ключ, но закрыть им год театра не получается, потому что это искусство навсегда останется с нами. Действительно, я соглашусь с тем, что год театра закрыть нельзя. Театр, как замечательное искусство, всегда будет жив, всегда будет вечен, и двери наших театров всегда будут открыты для вас. Праздники новогодней столицы продолжаются, и артисты помогают каждому поверить в чудо. Татьяна Клемешева, Дмитрий Соколов, РВТВ